Наслаждайтесь жизнью и не обижайтесь на негатив. Это мудрые слова мастера Саймона Ри, настоящего бойца актера, достигшего черного пояса седьмой степени в тейквондо и черного пояса в четвертой степени в хапкидо. Ну и всем привет! И как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о старшем брате Филиппа Ри Саймоне. Саймон Ри родился в Сан-Хосе штат Калифорния в 1957 году, но провел большую часть своего детства в Сеуле, где он начал обучение боевым искусствам. После того, как он заболел и заразился менингитом, его родители зачислили в классы тейквондо, чтобы помочь укрепить свое тело. Так началась его любовь к боевым искусствам. Саймон Ри очень известный в мире боевых искусств. Помимо побед в спаррингах и в такой дисциплине, как ката, Саймон подготовил очень много своих учеников, которые позже работали каскадерами, хореографами и координаторами трюков. Ну и вот несколько фамилий и имен, с которыми приходилось работать Саймону. Лоренцо Ламас, Боб Бриджес, Эрик Робертс. В одном из интервью, кстати, Саймон сказал, что если в первой части Эрика Робертса тренировал его брат Филипп, то во второй уже сам Саймон. Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинс, Мадонна, Джеки Чан, Бен Стиллер, Джон Ву и Том Круз. И это еще не полный список имен. Но это будет позже. А пока маленький Саймон увлекался восточными единоборствами и изучал философию, которую передали ему родители. Это ум, тело и дух. По мере того, как интересы и желания Саймона исследовать боевое искусство росли, его семья решила отправиться из Кореи в Лос-Анджелес, чтобы посетить мастера-сенсея, чтобы они и их дети могли узнать больше о том, что может предложить Тейквондо. Ну и, конечно, любимый актер на то время, да и сейчас, я думаю, это был Брюс Ли. И Саймон твердо решил, что его путь приведет когда-нибудь к Голливуду. В молодости Саймон изучал не только Тейквондо, но и дзюдо, бокс, венчун. На протяжении своей долгой и прославленной карьеры Саймон украсил обложку многих журналов боевых искусств. Первая большая роль Саймона была в фильме «Бешеный» 1984 года, где он также снялся, как я уже вам до этого рассказывал, со своим братом Филиппом Ри. Мне удалось немножечко посмотреть этот фильм, но это полная чушь, конечно, на ютюбе лежит, можете, если захотите, посмотреть, и вы просто поугарайте с этого кино. Дальше был фильм «Молчаливые убийцы» 1988 года, и в 1989 году был просто выстрел. Конечно же, это фильм о лучшей из лучших, куда, кстати, Саймона пригласил его брат Филипп. Да, конечно, он сыграл там неглавную роль Эрика Робертса, попробуйте переплюнуть в то время. Перечислять всех актеров, которые были в фильме «Лучшие из лучших» часть первая, я не буду, я говорил это в видео о Филиппе Ри. Но, как по мне, Саймона в роли Дэйхана запомнили многие. Дальше пошел фильм «Разборка в Токио». И там, конечно, главные роли были у Брэндона Ли, Тагавы и Дольфа Лунгрена. Ну, Теа Карера сыграла так посредственно. Саймон сыграл одного из охранников Тагавы. Помните момент, где он отрезает мизинец, и Тагава говорит «И это все!» Хватает нож и пробивает грудину Саймону. В 1992 году выходит «Универсальный солдат», где на пике популярности тогда был Жан-Клод Ван Дамм, Дольф Лунгрен. И, конечно, среди них мы мало помним Саймона Ри. Там снялся еще Ральф Мюллер, о котором я уже делал выпуск. В 1993 году выходит «Лучший из лучших 2», где, опять же, достается Саймону не главная роль. В 1998 году «Смертельное оружие», «Ограбление по-итальянски» в 2003 году, «Большой стэн» в 2007 году, где Саймон сыграл мистера Чо, и вот в 2015 году Саймон снялся в фильме «Голос улиц» про рэп-группу Gangster N.W.A. Но Саймон не только актер, но еще и учитель. В своем доджо в Вудленде-Хилсе он обучил более 10 студентов, детей, взрослых, кинозвезд и каскадеров. Это место, где он делился своими знаниями с теми, кто хочет учиться. Как координатору трюков в эпизоде шоу, герой Саймону пришлось отработать момент с самурайским мечом за один эпизод. Безопасность в реализме – нелегкое достижение, но мастер Саймон Ри помог своим актерам и исполнителям трюков сделать его легким, как того требует сценарий. Даже с его напряженным графиком в качестве мастера-сенсея, координатора трюков мужа и отца, Саймон также путешествует, чтобы преподавать семинары в полицейских отделениях, военных и другим инструкторам по боевым искусствам. Саймон Ри учился долго и упорно, чтобы стать человеком и мастером боевых искусств, каким он является сегодня. Он по-прежнему тренируется и работает с другими профессионалами, каскадерами, среди которых его талантливый брат Филипп – актер, режиссер и просто боевый художник. Воспитание Саймона родителями и сенсей, у которых он тренировался, помогли создать и развить очень хорошего человека и его огромный талант. И когда его спрашивают об успехах, Саймон Ри отвечает просто «Всегда будьте открыты для обучения и будьте честны. Это здоровая победная комбинация». Ну и напоследок, Саймон является членом Международной ассоциации каскадеров, где является президентом с 2012 года и многочисленной наградой гильдии актеров. Более 30 лет в кино и на телевидении в качестве актера, каскадера и хореографа по боям. Вот он такой, Саймон Ри. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok